Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На Слободском тракте камера зафиксировала, как пьяный водитель фуры спровоцировал ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На Слободском тракте у старого моста шофер на фредлайнере не уступил дорогу водителю Ланоса. После столкновения нарушитель на грузовике продолжил путь и скрылся с места происшествия. В погоню за ним направился очевидец на «Инфинити». По словам автора видео, водитель фуры, уроженец Тверской области, был сильно пьян. На перекрестке улиц Сборовского и Попова водитель Рено въехал в новый «Лексус». Сейчас эти съемки изучают полицейские и улыбаются. Ведь после ДТП водитель Рено заявил, что стоял на своей полосе, а «Лексус» якобы выехал навстречу. На улице Лепсе неадекватный водитель Нивы уценил две иномарки. С места происшествия водитель Нивы скрылся. По словам владельца регистратора, виновник ДТП был пьян. На Комсомольской площади произошел конфликт между водителями. По словам автора видео, за рулем 14-й был сотрудник полиции. Пока он показывал удостоверение МВД, его автомобиль едва не укатился. Впрочем, после небольшой беседы на повышенных тонах участники конфликта разъехались. По правилам не едят козел. Корки-то показал. Ментовские. На улице Производственной лихач на классике удивил владельца регистратора, повернув из среднего ряда налево на красный сигнал. На улице Воровского гонщик на серой легковушке пролетел перекресток на запрещающий сигнал. На московском тракте владелец регистратора вовремя заметил в ночи опасную девушку-пешехода. Михаил Вагин. Место происшествия. КОНЕЦ